Каждый день главного агронома СПК Свислыч начинается с дороги. Он садится в машину и объезжает свои владения. В это хозяйство Сергей пришел работать совсем недавно, но уже успел тут прижиться. Все свое родное, все знают людей, поля. Да и интересно общаться, природа, общение. Конечно, и трудоемкое. Несколько физически, сколько морально ты можешь устать, потому что надо контролировать, смотреть. Несмотря на то, что СПК Свислыч не отличается большими площадями сельхозугодий, объем работы у главного агронома большой. Без машины, конечно же, все не успеть. Можно сказать, машина моя родная, двое, второе. Ну, конечно, лучше пешком, потому что пешком ты видишь, ты можешь пройти весь контур, а по полям ты же не везде проедешь. Сейчас засеется это поле. И что, как посмотреть, что среди? Только пешочком. По-другому никак. Трудовой стаж у Сергея пока не такой уж и большой, но желание трудиться и достигать большего у него не отнять. Два года я отработал по распределению. Хотелось, конечно, расти. Хозяйство солидное, на слуху, есть с кем работать, чем работать. Ну, и захотелось попробовать. Пришел к Василию Николаевичу на собеседование. Вот, взялся я на работу. Молодому специалисту поверили. И сразу доверили ему, ни много ни мало, всю растениеводческую отрасль в хозяйстве. Площадь сельскохозяйственных угодий СПК Свичность насчитывает 2679 гектар, площадь пашни 2206 гектар. Наше хозяйство растениеводческое отрасль поделена на три бригады. Это бригада номер один – центр, бригада номер два – колейники и бригада номер один – огород. Традиционными культурами выращивания считаются у нас зерновые культуры. Это озимая тритцикалия, озимая пшеница, яровая пшеница, яровой ячмень, озимый рапс, сахарная свекла. Можно сказать, что сахарная свекла мы являемся на протяжении пяти лет лидерами получения рекордных урожаев. Самый большой урожай был в 2012 году – это 946 центнеров с гектара. То есть это очень высокая урожайность на уровне зарубежных стран. В ведении Сергея такое направление, как овощеводство. Ведь СПК «Свислочь» традиционно занимается и этим видом сельскохозяйственной деятельности. Выращивание капусты, выращивание столовой свеклы, лука, томатов открытого-закрытого грунта, огурцов. Молодой специалист ответственности не побоялся. И хоть недолго еще работает, результатами работы уже может гордиться. Мы получили вторую во всей истории рекордную урожайность – это 90,2 центнера с гектара зерновых культур. Рекордную урожайность рапса – это 62 с хвостиком центнера с гектара. Это тоже рекордная урожайность для нашего хозяйства. Кстати о рапсе. Направляемся как раз на поле, где его сеют. Вот мы подъезжаем под поле, где производится посел озимового рапса. Тоже большое внимание стали уделять этой культуре в последнее время. Урожайность у нас тоже достаточно высокая. 62,4 центнера с гектара урожайность зимового рапса составила в этом году. Я думаю, что это, наверное, один из самых лучших показателей после некоторых хозяйств по республике даже. Вот. Сейчас посмотрим на качество сева. Хотя тут тоже работают опытные механизаторы. Но поконтролировать надо, потому что контроль должен быть всегда. Три работе на земле важно все. На какую глубину, что и как сеять. После вчерашнего затяжного дождя полдня не могли даже лезть сюда, потому что грязь. А теперь пустили часа два назад культиватор, подсушили землю и вот даже пылить где-нибудь, вот начиная, даже пылить вот. Несмотря на современные условия и методы хозяйствования, работа на земле по-прежнему, в прямой зависимости от погодных условий. Буквально, я думаю, часик и опять пылить начнем, потому что уже начинает пылить. То есть часик солнечной погоды, ветра. А так, в принципе, поле выровненное, глубина заделки соблюдена, норма высева соблюдена. Все, все как надо. Будем надеяться, что еще 62 центера получим, не меньше. Механизатор Аксакал, опытный. Не один год уже за рулем баранки, сеящика. На такие кадры можно целиком и полностью надеяться. Ну, начали сеять с рабства. После вчерашнего дождя немного влажновато почтно. Ну, задело неплохо, хорошо. Со стороны все так красиво и гладко. Но только те, кто трудится на земле, знают истинную цену такой легкости. С весны начинается все с посевной. Ну, посевная, что-то посеяли. И потом неделя-две начинается заготовка кормов. Сенаж. После сенажа опять отдыха почти никакого. Начинается уборка зерновых. И вот. Все, работа, работа. Отдыхаем зимой. Отпуск тоже зимой. О том, что отпуск на селе бывает только зимой, главный агроном узнал с детства. Оказывается, его родители тоже были агрономами. Родительство в семье двух агрономов, можно сказать, которые тоже всю жизнь батюшка проработал. Он отец проработал 27 лет в общей сельском хозяйстве. Сейчас агрономом главным. Был руководителем. На данный момент является заместителем председателя его производства. Сельскохозяйственного производственного кооператива. Матвеевцы. Мать тоже по образованию агроном, но уже сложилась так, что работает не по специальности, но тоже связана с сельским хозяйством. Является управляющей делами Изобелинского селесполкома. Поэтому, конечно же, для него все нюансы сельскохозяйственной деятельности не новинка, а часть жизни. Растение – это то же самое человек. Его происходит рост, и за ним надо наблюдать, как за каким-нибудь ребенком следить, ухаживать. И как уходишь, как отследишь, так и урожай получишь. Каждое поле для главного агронома – объект значимый. И к каждой культуре у него особое внимание. Вот на данный момент мы приехали на поле, где готовится наша основа будущего урожая. Производится спашка под озимую пшеницу. Пока ждем приближения техники, продолжаем узнавать некоторые нюансы работы на земле. Для этого хозяйства эта земля, конечно, не то, что хотят. Потому что у нас есть получше земли. Ну, так, в среднем, плодородная, хорошая земля. Внесли навоз, внесли органику, внесли сейчас полный комплекс минеральных удобрений. И получим свой урожай. То есть я больше стрелюсь к тому, что надо работать на земле. Конечно, есть беднее почвы, есть богаче. Но если хозяин есть, то можно и на бедных стремиться к большому уровню получения урожая. Для тех, кто родился и вырос на земле, и кто не покинул ее в поисках лучшей доли, формулировка основных жизненных принципов звучит очень просто. Пахать. Можешь ничего не нравиться. Пахать, пахать. С утра до вечера. А наша такая работа, что дружба между мной. От весны, да. Пахали, посеяли, убрали опять. Круглый год, оно и то самое. Кстати, Юрий Антонович предан своему родному СПК уже 27 лет. 27 лет назад сел на МТЗ после армии. МТЗ, потом 12-21. Потом уже... А на 12-21 долго сел, сел. Ну, пока уже джун-диры-то послали появляться в колхозе, уже пересели на джун-диры, опять поселная, пахота. Ну, и что, и уборки уже. Уборка само собой. Так вот. Воюем. Сегодня условия работы в хозяйстве не сравнить с теми, что были еще недавно. Мощная техника, новые возможности. Но человеческий фактор по-прежнему имеет первостепенное значение. Ну, я хочу сказать, что при всех факторах этих, модернизации техники, современная техника, все равно человеческий фактор оставался и будет оставаться самым главным. Вот даже на примере этого механизатора, это один из лучших механизаторов, с ним просто работать. Сказал только, проконтролировал, все сделаем. Все, что надо. И я говорю, один может заменить 10. Потому что, действительно, его золотые руки и есть желание работать. Без желания работать, население продержаться. Как не обойтись и без мудрого, грамотного руководителя. В этом плане с Вислащи повезло. 37 лет этим хозяйством руководит Василий Николаевич Густырь. Отдельно хотелось, конечно, сказать про нашего руководителя. Все-таки столько лет быть в рулях хозяйства, это много чего значит. Потому что на данный момент мало людей осталось, даже руководителей, которые работали с таким вот стажем. Опытный человек, который подсказывает, я говорю, любой вопрос подскажет, объяснит, как лучше. Человек прошел, можно сказать, начиная от Советского Союза и теперешним временем. Его поколение выросло в другое время. Сегодня на земле совсем другие условия работы. Да и подходы к хозяйствованию изменились. Мы проезжаем, вот на данном поле проезжаем, тут была зимая тритикалия. Здесь мы уже свезли солому соседних полей, чтобы солома была в одной точке. В теперешних условиях, даже в предтеперешней технологии, вообще на пропашных полях скирды не должны быть. Здесь на зерновых, на подозимых зерновые тоже должны поля быть все освобождены. Ну и приходится жертвовать вот так вот одним полем. Свезли, положили, все на месте, все компактно. Мелочей в его работе нет. Каждому объекту необходимо пристальное внимание. Теперь закладывается основа нашего урожая будущего. Убрать не штука, самое главное вырастить. А перед тем, чтобы вырастить, надо посеять. А перед тем, чтобы посеять, надо подготовить почву. Следующий объект на пути агронома – поле, где вносятся органические удобрения. Технология отточена от и до. Современные навозоразбрасыватели работают слаженно и, несмотря на запах, можно сказать, даже красиво. Эта швистача уже отточена годами. Не то, чтобы за год, а годами оттачивалась. Остается только поддерживать и что-то приносить свое. А так, в принципе, все движется. На каждом поле кипит жизнь. И так с самой ранней весны, до поздней осени. Сельское хозяйство – это такая отрасль, что надо думать и про перспективу. Вот, внесение органических удобрений – это на 2-3 года делается под предшествующую культуру. Я говорю, чем отличается даже вот СПК свистая, что тут органика вносится в большинстве случаев под предшествующую культуру. То есть закладывается за год уезжая. Это тоже не каждое хозяйство может себе позволить, чтобы так носить. Кстати, не каждое хозяйство может позволить себе и посылать своих специалистов на стажировку за рубеж. А вот с вислачей такое практикуется. Я собираюсь уехать в Германию, постажироваться по овощеводству, посмотреть, как там, что там. Хотя я уже говорил, что в 2009 году получилось так, что я ездил на стажировку в Германию, когда еще был студентом. Там тоже многое отложилось. Многое я увидел, как должно быть и к чему надо стремиться. Можно сказать, что свистая близка к этому, что делается за границей. Возможностей и свои знания применить на практике в хозяйстве хватает. Жизнь здесь не стоит на месте. И каждый новый день требует новых решений и новых подходов. Даже, казалось бы, к обычным налаженным делам. В марте месяце выращиваем рассаду капусты, рассаду томатов для открытого грунта, рассаду огурцов для открытого грунта. И потом выращиваем рассаду наших тепличных помидор и рассаду тепличных огурцов. Значит, теперь у нас уже сезон идет к завершению, потому что осень. Люди освобождаются для уборки овощей на поле. Поэтому у нас уже, в принципе, практически все убрано. Помимо теплиц хватает овощеводом работы и на полях. Надо собирать лук, не за горами и время уборки капусты. Судя говорю по нашему, то, что мы держим в руках, я думаю, что урожай должен быть хороший. Самое главное его теперь высушить, убрать, заложить на хранение. Пока же уборочная страда в самом разгаре. Время отдыхать для сельских тружеников по-прежнему впереди. Но оно обязательно наступит. Поздней осенью можно будет немного сбавить обороты, передохнуть, а может быть даже вспомнить о дне сегодняшнем. Трудно, но от этого не менее интересно. Что касается жизни агронома, вообще труженика сельского хозяйства, что определяющим является, это наличие свободного времени для семьи, которого порою вообще не хватает ни родным, ни родным, ни близким. Вот я говорю, что трудовой день с утра и до ночи, а то бывает даже и ночью. Мало выходных, это все же накладывается. Хотя не все так печально. Можно взять, даже порой, я так делаю, беру жену с собой, посажу сбоку, мы проедем все и по хозяйствам. Мне работа и ей общение. Вот так вот и выкручиваемся. Ну, со второй стороны надо же кому-то тоже работать. Работать для поддержания продовольственной безопасности страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова